Вот Путин готовится к решающей схватке. Затишье перед бурей скоро закончится, пишет московский комсомолец. Решающая схватка знаете где будет? В Подмосковье. Битва за Москву. На Волоколамском шоссе будут стоять. Надо бы там ежи противотанковые и прочее. Вот Курские в организованном порядке приступили к подготовке местных жителей к необходимым действиям в случае экстремальной ситуации. Обучают их действиям в группе из двух и более человек на лесистой местности. Дома штурмовать, обучать и так далее. Так что я предлагаю нашим соратникам в такие группы входить под видом ватников и смотреть, чему учат, как учат. Вы многие вещи будете знать. Там же будут говорить открыто, где взять оружие и так далее. Поэтому внедряйтесь. Заходите во все эти группы. Обучение проводится на бесплатной основе, но нужно записаться. Приходить надо в спортивной одежде и обуви и так далее. То есть, видите, они готовятся. Помните, там в Курской области они там и Белгородской наделали надолбу в каких-то. И мне сегодня товарищ звонит, говорит, знаешь, от кого они эти надолбы наделали? Я говорю, от кого? Ну, от бегущих войск. Они же будут на технике бежать. Технику как-то надо останавливать, да? Потому что, ну, так-то, если они ногами бегут, их из пулемета можно остановить. А если они на БМП, на танках побегут, то их как-то надо останавливать. И вот Пригожинские будут их останавливать. Я говорю, ну, это тот вариант, под который Пригожин деньги получил. То есть, это то, что он говорил Путин. Как на самом деле, я не знаю, но вполне толково мой товарищ рассказал. И я с ним абсолютно согласен. Кадыров сообщил о новой тактике спецоперации на Украине. По словам Кадырова, принято решение не обороняться, а нападать. И в чем дело? Нападайте. Новая тактика. Надо нападать. Ну, давайте, да. Кадыров заявил о джихаде и призвал солдат добывать западное оружие. Да, это очень хорошо. Мы уже говорили, что надо атаковать так вот с кольями в зубах западное оружие добывать. Ну, обхохочешься. То есть, это он так троллит Путина. Да, оружия нет ни хера. Танки с табуреткой давайте. Трофейное добывайте. Признаки большой тактической слаженности отмечаются среди российских военных после назначения генерала Суровикина. Вот, как пишет газета «Политико». Я думаю, что эта херня полнейшая. Представляете, потому что показывают огромное количество кадров, когда приехали солдатики какие-то. У них бревен даже нет, чтобы окопы укреплять. Не то, что у них нет патронов, у них нет еды, у них нет теплых вещей, у них нет ничего. О какой слаженности идет речь, если у них даже нет командования. Если даже их командиры привозят и разбегаются, а солдаты там сидят одни. Это что за слаженность такая? Это херня полная, это заказная статья, и понятно, кто ее заказал. У задержанного президента Мотор Сич в Украине, того, которого задержали, как его Бугуслаев, у него оказалась фирма в России, через которую он продавал вертолетные запчасти. Кто мог подумать, да? А представляете, идет война, сколько, ну, уж полгода, да? И больше. И только обнаружили. Сидит командир Мотор Сич, который выпускает двигатели авиационные, у которого стратегическая фактически продукция. Да, никто не знал. Надо же. У него фирма, он моет бабки с путинцами, и все у него прекрасно. Жесть, конечно. Артем, дядя Слава, здравствуй. Почему в современном мире странами управляют инфантильные ничтожества, не способные на поступок? Это очень хороший, это правильный вопрос. Да, почему там какие-то люди не могут дать команду, ну, какой-то представитель спецслужб, руководитель, уничтожить Путина? Ну, уничтожили. Ему говорят, слышь, ты, гад, ты зачем Путина уничтожил? Мы тебе не давали такую команду. Он говорит, виноват, увольняете. Вот об отставке прошения. И без пенсии вы меня выгоняете. Ну, почему какой-то руководитель МИ-6 или ЦРУ, почему он не возьмет это на себя? Ну, я был бы, я бы взял сразу на себя это. Мгновенно. Почему они не возьмут? Вот вопрос. И не только руководители инфантильные ничтожества, которые управляют странами, но и те, кто вообще имеет рычаги в руках какие-то, являются инфантильными ничтожествами. И у меня нет ответа на этот вопрос. Может быть, международному преступному сообществу, которое влияет на многие кадровые решения. Очень важно, чтобы было так. Продолжение следует...